И раз уж мы заговорили о возможностях, которые предоставляет своим жителям город, перейдем к тем из них, которые может получить квартирное товарищество, и некоторые из которых по незнанию или недопониманию часто остаются невостребованными. Недаром управоласными приглашает представителей квартирных товариществ 29 и 30 ноября принять участие в инфоднях, темой которых на этот раз как раз и будут субсидии для квартирных товариществ. О различных возможностях получения поддержки от столицы мы поговорим сегодня с нашей гостьей. К нам пришла Ирина Рева, юрист Союза квартирных товариществ. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Давайте сначала обсудим, что такое субсидии, что такое кредитование, потому что особенно пожилые жильцы нашего города очень часто воспринимают в штыки различные слова, которые они не понимают и боятся, что нужно будет отдавать потом деньги. Ну, прежде всего, субсидия — это дотация. То есть это та помощь города, которой не нужно возвращать. То есть это посильный вклад наших городских структур к квартирным товариществам. Когда товарищество берет субсидию, точнее, подает заявление на то, чтобы получить эту субсидию, необходимо ли обсуждать на собраниях, на что мы берем, на что мы подаем заявление, о какую помощь мы ждем? Нужно иметь в виду, что ходатайство о получении дотации можно подать в город только после того, как конкретная работа уже сделана, и та или иная работа может получить дотацию или субсидию. То есть мы начинаем не с подачи заявления, а наоборот. Сначала мы решаем, зачастую на общем собрании в основном, делаем мы ту или иную работу. Поэтому в зависимости от вида субсидии или дотации, которую хочет получить товарищество, нужно сначала посмотреть, для выполнения той или иной работы необходимо ли решение общего собрания. Например, если мы приводим наш фасад в порядок, естественно, это должно быть предусмотрено хозяйственной программой и решение общего собрания. Также варианты с приведением дворов в порядок. Также предполагает, что большинство собственников поддерживают такую работу. Ведь в случае отказа города собственники должны предполагать, что тогда все финансирование ляжет на их плечи. Поэтому прежде всего, конечно, нужно продумать виды работ, а потом уже, исходя из возможностей города, попробовать получить какую-то компенсацию либо вернуть часть затраченных денег на выполнение этих работ. Здесь, наверное, больше риск связан с тем, что товарищество может остаться без дотации. Будет принято негативное решение в части выплаты такой дотации. Это чаще всего касается дотации в проектах Ховайт-Корда, либо дворы в порядок, потому что это сопряжено с определенными условиями, иногда с получением разрешения на использование и разрешениями на строительство. И поэтому сначала нужно подробно изучить все требования, которые необходимо исполнить для получения такой дотации. Потом уже приступать к реализации тех или иных работ и предупреждать собственников, что это не стопроцентная гарантия получения ходатайства. И если вдруг получается негативный результат, то собственники должны рассчитывать, что всю сумму придется платить им. Кто может помочь в составлении заявлений и вообще порядок действий этот рассказать? Подача самого ходатайства достаточно проста, и ее можно сделать в среде самообслуживания города Таллина. Если вдруг возникают какие-то сложности с подачей такого ходатайства, это все делается в интернет-среде, и там, в принципе, 80% уже заполнено. И нужно лишь добавить необходимые документы, которые связаны именно с производством той или иной работы. Если вдруг возникает какая-то сложность, и есть контактные телефоны, и работники городской управы с удовольствием пойдут навстречу и разъяснят все, и помогут. Ирина, спасибо за столь подробную и полезную информацию. Успехов вам. Всего доброго. Еще раз напомним, что у нас есть субсидии дворы в порядок, для постройки крытой велостоянки, фасады в порядок, зеленый двор для проведения аудита балконов и козырьков подъездов, для обеспечения пожарной безопасности, и даже субсидия на обучение члена правления товарищества. Важно только подойти к решению, взять ее ответственно, и, как подчеркнула юрист Ирина Рева, выполнять условия честно и законно, чтобы в будущем была возможность ходатайствовать вновь.